История встреч между этими коллективами неутешительная для полевчан. Трубники и Аякс встречались дважды в 2018 году и оба раза победили их теримбуржцы. Разница мячей 3-8. В этот раз хозяева намеревались взять реванш, тем более на родном поле и при поддержке своих болельщиков. Я всех матчей видел, как они выигрывали. Мне нравятся очень они. Как сегодняшняя игра тебе? Хорошая. Очень хорошая. Мне нравится эта игра. Прогноз может какой-то поставишь? Нет. Победа будет? Я думаю, что да. Жаркая погода влияла на ход игры. Команды начали ни шатка, ни валка. Но небольшое преимущество вначале было у гостей. Они больше владели мячом, но до опасных моментов не доходило. Доминирование Аякса длилось минут 10. Затем трубники перехватили инициативу и подали парочку опасных штрафных. Но гостей выручали вратарь и неточность бьющих по воротам. А на 24-й минуте полевчане разыгрывают образцовую контратаку. Перехватив мяч на чужой половине поля после удачного прессинга, прострел с правого фланга успешно замкнул Иван Феофилактов. 1-0. И вторая половина тайма прошла уже с подавляющим преимуществом хозяев поля. Трубники могли и должны были увеличивать отрыв, но не смогли забить из убойных позиций и на перерыв ушли с минимальным преимуществом. Тяжело дышится, во-первых. Тяжелое поле на самом деле. Мало ворса. Тяжеловато играть. Начали не очень уверенно. Соперник активнее начал. Потом перехватили и в концовке даже могли еще больше увеличить отрыв. Чего не хватало? Ну, немножко задержка перед игрой была там связанная с доктором у нас. Поэтому чуть-чуть посидели, наверное, остыли после разминки. Наверное, вот так вот начал. Такое. Ну, я думаю, что дальше. Будем еще темп наращивать, что у нас. Скамейка есть большая, заминки есть. Кто устанет, поменяется. С чего можно прибавить во втором тайме, чтобы... Ну, за счет замены, я думаю, как бы из-за того, что я думаю, все-таки соперник подсядет. Вот. И, ну, забивать, наверное, все равно. Как бы 1-0 скользкий счет. Во втором тайме полевчане продолжили транжирить моменты и чуть было не поплатились за свою расточительность. Гости могли отыграться. В концовке тайма трубники начали садиться в оборону, чтобы удержать победный для себя счет. Но при любой возможности провести атаку не затягивали время и старались обострить игру. И в итоге победили с минимальным счетом. Имели очень много хороших моментов. Очень много хороших моментов. Ну, будем работать над реализацией. Проанализируем причины, почему так. Ну, считаю, что мы должны были побеждать куда более крупно. Ну, главный плюс, наверное, на ноль отыграли. Отыграли на ноль, да. Вторая игра подряд на ноль. В обороне у нас, слава богу, налаживается. Но над атакой работали. Над обороной работать же проще, чем над атакой. Будем добавлять теперь в атаке. После этой победы трубники делят первое и второе места чемпионата с Михайловским Жасмином. Эти команды пока единственные, кто еще не терял очки. Но впереди игры с более сильными соперниками, которые и станут показателями готовности полевчан бороться за самые высокие места. Максим Исаенко, Сергей Чижов, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.